Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наше первое занятие, и посвятить я его хочу такому понятию, как экспозиция. Что такое экспозиция? Экспозиция – это количество света, попавшего на матрицу вашего фотоаппарата. Экспозиция бывает недоэкспонированной, бывает недосвеченный кадр. Экспозиция бывает правильной, и экспозиция бывает пересвеченной, то есть переэкспонированной. Как это выглядит в жизни? Вот у нас на примере три фотографии. На одной фотографии кадр у нас недоэкспонирован, на второй фотографии у нас правильная экспозиция, и на третьей фотографии кадр у нас переэкспонирован. Либо кадр недосвеченный, нормальный и пересвеченный. Что значит недосвеченный кадр, либо недоэкспонированный? Это значит, что у нас в темных участках изображения абсолютно отсутствует какая-либо информация. Там у нас просто черный цвет. Нет никаких деталей, ничего не проявлено, просто черный цвет. Это как бы не очень хорошо. На средней фотографии у нас правильная экспозиция. У нас и темные участки изображения проявлены хорошо, и средние, и светлые. То есть у нас нет никаких провалов. У нас все цвета абсолютно сохранены. На третьей фотографии у нас кадр переэкспонирован, пересвечен. Что это значит? Это значит, что темные участки у нас проработаны хорошо, а на светлых участках у нас нет информации, потому что у нас там просто белый цвет. У нас кадр пересвечен. То есть наша задача будет делать так, чтобы у нас в кадре была правильная экспозиция. Что значит правильная экспозиция? Правильная экспозиция это соотношение света и тени в кадре сбалансировано. То есть у нас нет никаких ни пересветов, ни недосветов. Визуально не всегда это возможно определить на экране вашего фотоаппарата. Почему? Потому что у вас, во-первых, может быть яркая солнечная погода, когда вы смотрите на экран вашего фотоаппарата и ничего не видите. Просто оно все бликует. Плюс ваша камера может вам брать. Вы смотрите на фотоаппарат, у вас кадры все прекрасные, приходите домой и, о боже мой, все пересвечено, либо недосвечено, либо очень плохо. Поэтому для того, чтобы нам проще было определиться с тем, кадр у нас недосвечен и пересвечен, нам нужно понять, что такое гистограмма. Гистограмма это такая шкала, которая позволяет нам определиться с экспозицией в кадре. Давайте посмотрим, как она выглядит. Гистограмма, во-первых, где она включается? Если у вас камера Canon, в первую очередь включаем ее, затем заходим в режим просмотра и клавишами Info переключаем различные режимы отображения. Режим, в котором показывается гистограмма, также отображает пересветы в кадре. Если пересветов нет, отображать он их не будет. Еще один из режимов, это когда мы видим и тройную гистограмму, и общую. Либо просто просмотр изображений. Если у вас камера Nikon, включаем ее. Заходим в режим просмотра и видим клавишами вверх, мы можем переключать просмотр либо просто кадра, либо гистограммы и информации о кадре. Это и выдержка, и диафрагма, и чувствительность ISO. Но также мы можем включить дополнительные пункты просмотра. Заходим в меню. Заходим в меню режима просмотра. Режим отображения, подробная информация о снимке. Ставим засветка, гистограммы RGB и нажимаем готово. После этого, переходя в режим просмотра, мы можем клавишей вверх, опять же, листать различные режимы. Появился режим засветка, который показывает пересветы в кадре для быстрого контроля изображений. И также наша тройная гистограмма. Как читать гистограмму? Это очень просто на самом деле. В гистограмме у вас отмечены темные тона, тени, средние тона и светлые тона. Так вот, ваша гистограмма, она должна быть в полном диапазоне. Это что значит? Это значит, что она должна как гора. Она должна снизу начаться и снизу уже закончиться. То есть у камеры есть определенный диапазон оттенков, которые она может отобразить. И вам нужно в этот диапазон попасть. Если ваша гистограмма будет с левой стороны обрезана, это будет знать, что кадр не досвечен, что у вас в темных участках просто пропал цвет и свет. У вас там просто черный цвет. Если ваша гистограмма обрезана с правой стороны, то это значит, что кадр у вас пересвечен. Давайте рассмотрим несколько примеров. Я включу эти же изображения, только уже с гистограммой. Давайте посмотрим, что на изображении темном, на недосвеченном изображении, наша гистограмма обрезана с левой стороны. То есть мы это видим, да? На среднем изображении, там где у нас гистограмма правильная, экспозиция правильная, кадр нормальный, у нас гистограмма начинается как гора. Она снизу начинается и справа заканчивается, тоже снизу. Что важно понимать? Важно понимать, что ваша гистограмма, она должна быть, мало того, что она должна снизу начинаться и снизу заканчиваться, но она должна быть еще при этом максимально широкой, максимально растянутой. Дело в том, что камеры ваших, ну, ваши камеры, они стараются все-таки вытянуть из кадра максимум. То есть они стараются не допускать недосветов, не допускать пересветов. Это может выглядеть таким образом, что ваша гистограмма вся может столбиться в правой стороне кадра, либо наоборот в левой стороне кадра. У вас кадр будет вроде как бы по гистограмме не обрезан, но он всё равно будет очень тёмным. Поэтому вам нужно будет стараться делать так, чтобы ваша гистограмма была максимально широкой. Третье изображение. У нас гистограмма обрезана справа. То есть у нас не хватило диапазона у камеры цветового для того, чтобы вытянуть вот эти светлые участки. И они просто превратились в белый цвет. Это тоже не очень хорошо. Но опять же, есть нюансы. Если у вас в пересвет ушёл какой-нибудь источник света, это лампочка, либо какой-нибудь фонарь, солнышко, это не страшно. Если у вас в пересвет ушло лицо, либо платье у невесты белое, то это уже плохо. Поэтому бывают ситуации, где можно этим пренебречь. Мы ещё во время обучения будем с вами об этом говорить на примерах наших съёмок. Но кроме того, что нужно следить за общей гистограммой, ещё желательно следить за гистограммой RGB. Что такое гистограмма RGB? Это гистограмма по трём цветам. Дело в том, что цифровое изображение, оно состоит из трёх цветов. Каждый цвет состоит из трёх цветов. Это соотношение красного, зелёного и синего цвета. И разное соотношение этих цветов дают разные оттенки. Так вот, вы у себя в камере можете включить тройную гистограмму, которая будет отображаться над общей белой вот этой гистограммой обобщённой. И очень важно будет вам следить за красным каналом. Потому что бывает ситуация, давайте рассмотрим это изображение. На этом изображении у нас общая гистограмма выглядит хорошо, красный канал выглядит хорошо, зелёный хорошо, синий хорошо. Но бывают ситуации, когда у вас общая гистограмма выглядит хорошо, но красный канал при этом пересвечен. Он у вас обрезан с правой стороны. Зелёный, синий хорошо. Почему обрезается красный канал? Красный канал это телесные цвета. Это цвета, которые присутствуют в коже человека. И если у вас обрезан красный канал, то скорее всего на ваших фотографиях кожа будет ни одного оттенка. Она будет то серой, то красной, то жёлтой. Поэтому очень важно следить за вот этим красным каналом. Сейчас я предлагаю вам открыть фотографии на вашем фотоаппарате, включить режим просмотра гистограммы и посмотреть на ваши фотографии. Просто полистайте и посмотрите, что у вас с гистограммой. Где у вас недосвет, где у вас пересвет, где у вас засветка. Тоже можно включить режим засветки и посмотреть. На вот эту общую экспозицию, то есть я думаю, что это понятно. Да, экспозиция это просто темно, нормально и светло. То есть нам нужно делать нормально. Недосвечено это плохо, когда в тенях нет никаких деталей. И пересвечено это плохо. И опять же, красный канал, давайте за ним будем сразу же следить. Потому что это важно. Многие фотографы избегают гистограммы. Они смотрят на экран и считают, что всё в порядке. Но на самом деле потом сталкиваются с проблемами. Вот поэтому за гистограммой очень важно следить. Это абсолютно не сложно. Мы будем следить за ней постоянно. Будем дальше на примерах наших фотосессий разбирать её. Теперь, что влияет на общую экспозицию? Что влияет на то, что кадр будет тёмный, светлый или нормальный? На экспозицию влияют три параметра. Это выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Три таких непонятных слова для вас сейчас. Но будем разбираться по порядку. Давайте теперь поговорим про такое понятие, как выдержка. Что такое выдержка? Выдержка – это время, за которое свет попадает на матрицу вашего фотоаппарата. Ну, как это происходит? Вы нажимаете на кнопку спуска, у вас открываются шторки вашего фотоаппарата. И вовнутрь на матрицу поступает свет. Если выдержка была слишком короткой, то света поступает мало и кадр может получиться недоэкспонирован. Если выдержка, наоборот, была слишком длинной, света поступило слишком много, кадр может получиться переэкспонирован, пересвеченным. Как обозначается выдержка? Вообще выдержки бывают двух видов. Они бывают короткие и бывают длинные. Короткие выдержки в основном используются при съёмке с рук, когда света достаточно. А длинные выдержки используются тогда, когда света очень мало. Короткие выдержки обозначаются следующим видом. Это одна секунда, делённая на какое-то число. И чем больше это число, тем короче выдержка. Ну, допустим, одно яблоко поделить на 5 человек или на 50 человек, где доля будет больше. Что из этого следует? Если выдержка у нас стоит 1,10, то выдержка 1,00 будет короче, кадр будет темнее. При выдержке 1,00 он будет ещё темнее. То есть, чем больше это число, тем меньше света успеет попасть на матрицу. Конечно, бывают разные ситуации. Если мы снимаем на солнышке, в яркую солнечную погоду, то у нас выдержка может быть и 1,00, и 1,00, и 1,00. Но если мы снимаем в тёмное время суток, у нас уже будут длинные выдержки. Длинные выдержки обозначаются двойной кавычкой. Попробуйте сейчас на вашем фотоаппарате покрутить колёсико, которое меняет выдержку. И выставить сначала самую короткую выдержку, а потом самую длинную. Выдержка на ваших фотоаппаратах изменяется путём вращения колёсика. В левую сторону выдержка становится длиннее, вплоть до 30 секунд. А в правую сторону становится наоборот короче, вплоть до 1,004 секунды. Если это камера Nikon, то с помощью вот такого колеса делается то же самое. В правую сторону выдержка становится короче, вплоть до 1,004 секунды. А в левую сторону наоборот длиннее, вплоть до 30 секунд. Самая длинная выдержка на ваших камерах скорее всего будет 30 секунд. Это конечно не значит, что нельзя снимать на более длинных выдержках, но мы об этом с вами ещё поговорим. Но как понять, какую выдержку вообще выставлять? Для этого нам нужен экспонометр. Что такое экспонометр? Экспонометр это такое устройство, которое находится внутри камеры, которое замеряет освещенность и подсказывает вам, как фотографу, какую выдержку всё-таки выставлять. Если у вас света слишком мало, то экспонометр будет показывать это на экране. Как это вообще выглядит? Экспонометр выглядит следующим образом. Это такая шкала от минус 3 до плюс 3, у которой есть бегунок. Это такая стрелочка внизу этой шкалы. Эту шкалу можно увидеть либо на экране вашего фотоаппарата, либо в видоискателе. Так вот, если этот бегунок показывает влево на минус 2, минус 3, это значит, что кадр будет недосвеченный. Значит, вам выдержку нужно делать более длинную. Но если этот бегунок наоборот показывает, то у вас плюс 2, плюс 3, это значит, что выдержка наоборот будет слишком длинная и кадр будет переэкспонирован. Сейчас я вам покажу несколько примеров. У меня есть три фотографии, которые были сняты с разной выдержкой. Первая фотография была снята с выдержкой 1,8 секунды. Это очень короткая выдержка. И экспонометр показывал мне, что кадр будет тёмным. Он показывал мне минус 2. Я его не послушал, делал кадр, и кадр действительно получился тёмным. Следующий кадр я снял на выдержке уже более длинной, на 1,02 секунды. И экспонометр показывал мне нолик. И кадр действительно получился с правильной экспозицией. У меня нет ни пересветов, ни недосветов, всё хорошо. На третьем изображении я сделал выдержку слишком длинную. Экспонометр мне показывал плюс 2. И получилось, что кадр получился пересвечен. Теперь давайте с вами рассмотрим это на практике. Я предлагаю вам взять вашу камеру и повторять те же действия, которые делаю я. Я буду показывать на примере обычной полупрофессиональной камеры Canon 600D. Сейчас мы обращаем внимание только на значение выдержки. Смотрите. Как я и объяснял, снизу есть экспонометр. Он есть как на экране, так и через видоискатель его можно увидеть. Экспонометр сейчас у нас просто отображается, не отображается бегунок, который показывает экспозицию, которая недосвечена, либо пересвечена. Дело в том, что в камерах экспонометр отключается и делается это для того, чтобы камера не так быстро садилась. Потому что он садит батарею. Но для того, чтобы его разбудить, достаточно сделать полнажатия. Сейчас экспонометр мне показывает значение минус 3. Если я сделаю кадр, то кадр у меня будет слишком темный, потому что у меня слишком короткая выдержка. 1,8. Я снова делаю полнажатия и меняю выдержку в сторону удлинения, в сторону увеличения до тех пор, пока экспонометр не станет на середину, на ноль. Когда экспонометр встал на нолик, я делаю кадр и кадр у нас получается хорошо проэкспонированный. Я могу сейчас зайти в режим просмотра, нажать клавишу инфо несколько раз, чтобы посмотреть на тройную гистограмму. По гистограмме в принципе все прекрасно. Если я выдержку сделаю более длинную, если экспонометр уйдет в плюс, то кадр получится наоборот слишком светлый, пересвеченный. Почему? Потому что света поступило слишком много, выдержка слишком длинная. То есть наша задача подбирать выдержку так, чтобы у нас хорошо все проэкспонировалось. Для наглядности я включу сейчас экран, съемку через экран и поменяю значение. Сначала я поставлю слишком длинную выдержку и потом сделаю выдержку наоборот слишком короткую. И таким образом, я думаю, вы видите, что фотография меняется. Меняется количество света, попадаемого на матрицу, и таким образом меняется наша экспозиция. В принципе, при съемке через экран удобно следить сразу за гистограммой, но старайтесь, чтобы она нигде не обрезалась. То есть подбирайте значения такие, при которых полностью весь диапазон будет сохранен. Экспонометр нам советуют ставить выдержку 1.50, даже 1.60, но мы сделаем небольшую поправку. Сделаем 1.40, света поступит еще больше, гистограмма у нас максимально растянется, и так будет даже лучше. Но иногда бывают ситуации, когда в фотографии слишком много светлого, либо наоборот слишком много темного. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Представим себе ситуацию, когда нам нужно сфотографировать что-то на очень темном фоне. Ну, допустим, мы тут ситуацию утрировали, мы поставили 3 черных фотоаппарата на черном фоне. При экспозиции, которая указывает нам камера, фотография получается слишком светлая. То есть экспонометр в данной ситуации ошибается. Если бы это была фотография реальная, на фоне, допустим, ну бывает ситуация такая, фотографирует на фоне черных стекол, фотографирует невесту в белом платье. Камера экспозицию делает неправильно, она делает ее светлее, чем надо. И то, что у нас белое, оно становится совершенно пересвеченным. Ну, допустим, в данной ситуации, если я сейчас положу какой-нибудь белый предмет, то мы видим, что он полностью пересветился. Давайте сделаем кадр, и мы видим, что белый предмет абсолютно пересвечен. В данной ситуации нам нужно ориентироваться не на среднее значение экспозиции, то есть экспонометр не на 0 выставлять, а ставить его где-то на минус 1, а то и минус 2. Ну, давайте попробуем сделать минус 1. Вот, при минус 1 уже ближе к жизни. Но я глазами вижу, что фотография на самом деле, объекты еще темнее, поэтому я еще немножечко выдержку сделаю покороче, возможно, даже вот 1,3 секунды. Вот, что это значит? Это значит, что иногда бывают ситуации, в которых экспонометр ошибается, поэтому всегда нужно смотреть своими глазами, что вы видите, что у вас получается. Поэтому, чтобы не допускать таких ситуаций, нужно делать поправку экспонометра, поправку экспозиции. Ориентируемся не на 0, а на минус 1 или минус 2. А что будет, если у нас будет белое на белом? Давайте представим себе такую ситуацию. Ну, на самом деле это представить намного проще, потому что многие сталкивались с этой проблемой. Проблемой, ну, допустим, представим, пасмурная погода, зима, вокруг снег, вы фотографируетесь, и фотографии получаются серыми и даже темными. Опять же, когда в кадре слишком много одного тона, слишком много светлого, либо слишком темного, камера пытается эти тона усреднить, ну, сделать какое-то среднее значение. Поэтому в данной ситуации, если мы посмотрим на экспонометр, то он тоже ошибается, он показывает нам среднее значение, показывает очень темную фотографию. Если я сделаю кадр, кадр получится, ну, совсем темным. Поэтому в данной ситуации я делаю поправку экспозиции на плюс 2, или плюс 1, или плюс 2. Ну, тут нужно фотографировать и смотреть по гистограмме, что получается, чтобы у нас не было пересветов. Сейчас мы зайдем в просмотр изображения. Вот, ну, по гистограмме мы видим, что, в принципе, все достаточно хорошо, можно даже сделать немножко светлее. То есть у нас гистограмма от этого не обрежется. Мы делаем кадр, гистограмма на месте, все цвета на месте, все сохранилось. То есть, если в вашей фотографии много темного, то мы экспозицию ориентируемся не на середину, а на минус 1 или минус 2. То есть просто мы бегунок ставим не на середину, а на значение с минусом. Если же у нас в кадре, наоборот, слишком много светлого, то мы, наоборот, экспозицию ориентируемся на плюс 1 или плюс 2. Сделали пробный кадр, посмотрели гистограмму. Если все хорошо, то продолжаем съемку. Как я говорил в самом начале, на экспозицию влияют три параметра. Это выдержка, диафрагма и чувствительность ISO, чувствительность матрицы. Давайте сейчас поговорим про диафрагму. Что такое диафрагма? Диафрагма – это такое кольцо внутри вашего объектива, которое может раскрываться либо закрываться. И таким образом мы можем контролировать количество света, поступаемого на матрицу. То есть мы количество света можем контролировать выдержкой, но также мы можем контролировать и диафрагмой. Диафрагма обозначается буквой F. Вы можете найти у себя на фотоаппарате, на экране, либо в видоискателе параметр диафрагма. По умолчанию на базовых камерах, которые идут, на объективах, которые входят в базовую комплектацию ваших камер, скорее всего диафрагма стоит 5,6. Это достаточно закрытая диафрагма. С такой диафрагмой достаточно сложно снимать в темных условиях. Но при диафрагме 2,8, при диафрагме 1,4 можно снимать в более темных условиях и получать более достойные кадры. Чем меньше значение диафрагмы числовое, тем сильнее она открыта. Поэтому, когда мы говорим, давайте закроем диафрагму, мы число F увеличиваем. Минимально допустимая диафрагма это где-то 1,4. Все зависит, конечно же, от объектива. Максимальная диафрагма это 22, 32, где-то так. Опять же, все зависит от вашего объектива. На фотоаппаратах Canon диафрагма изменяется путем зажатия клавиши AV и кручение колеса. В правую сторону крутим, диафрагму закрываем. В левую сторону диафрагму открываем. На более продвинутых камерах существует отдельное колесо для изменения диафрагмы. Давайте теперь рассмотрим Nikon. В камерах Nikon кнопка для изменения диафрагмы находится возле кнопки спуска. Зажимаем ее и одновременно с зажатой клавишей крутим колесо. И таким образом мы тоже можем диафрагму открывать и закрывать. Сейчас она у нас закрыта и открыта. Попробуйте сейчас сделать диафрагму максимально открытую. Это минимальное число. И максимально закрытую. Число F поставить на максимум. У меня есть 4 примера. Фотографии сняты с разной диафрагмы. То есть диафрагма влияет и на экспозицию, еще она влияет на глубину резкости. Но мы сейчас чуть попозже об этом поговорим. Как она влияет на экспозицию. Вот у меня есть 4 примера. На первой фотографии диафрагма стоит 2,8. Фотография получилась достаточно светлая. Света поступило много, возможно даже в избытке. На диафрагме 5,6 света уже поступило меньше. Кадр уже с более правильной экспозицией. На диафрагме 11 кадр уже стал заметно темнее. То есть света поступило меньше. На диафрагме 22 кадр стал совсем темным. То есть это маленькое отверстие, через которое поступает очень мало света. И кадр получается очень темный. Давайте разберем это на живом примере. Давайте рассмотрим влияние диафрагмы на экспозицию кадра и на глубину резкости. Во-первых, опять смотрим на наш экспонометр. У нас сейчас диафрагма открыта 1,8. Я сейчас делаю значение выдержки 1,125 согласно экспонометру и делаю пробный кадр. У меня фотография достаточно проэкспонирована получилась. И вы можете увидеть, что у нас изображение сфокусировано на среднем объекте, на вот этой мельнице кофейной. А все, что находится на переднем и на заднем плане, ушло из зоны резкости. Оно ушло в размытие. Потому что чем меньше у нас диафрагма, тем меньше у нас глубина резкости. И тем меньше объектов у нас попадает в фокус. Таким образом мы можем отделять объекты друг от друга. Мы можем фокусироваться на том, что имеет значение в кадре, а все остальное уводить в размытие. Что будет, если я сейчас закрою диафрагму на 5,6? Закрыв диафрагму на 5,6, я могу включить экспонометр и увидеть, что экспозиция снизилась. Потому что отверстие диафрагмы стало меньше и света поступает меньше. Но я могу компенсировать это выдержкой, могу сделать более длинную выдержку. Уже была у нас выдержка 1,125, сейчас у нас выдержка уже при диафрагме 5,6 1,13 секунды. Я снова делаю кадр. И вы можете обратить внимание на то, что фотография стала более резкой. То есть передний и задний план стали более резки. Они еще не совсем в резкости, но у нас глубина резкости расширилась и эти объекты стали более резкими. Теперь я закрою диафрагму на максимум. Вообще, насколько это возможно на этом объективе. У этого объектива максимальная диафрагма 22. Напомню, что это объектив 50 мм Canon 1,8. У него диафрагма максимально открытая. Опять, из-за того, что диафрагма закрыта, света поступает еще меньше. И если я сделаю кадр при тех же настройках выдержки, то кадр у меня получится темный. Чтобы скомпенсировать экспозицию, мне нужно сделать выдержку более длинную. Выдержка получилась 1,3 секунды. Достаточно длинная. Делаем кадр. И вы можете обратить внимание на то, что в принципе все объекты у нас уже в резкости. Единственное, на что стоит обратить внимание, что при максимально закрытой диафрагме падает детализация, падает качество изображения. В целом, самое максимальное качество изображения, ну усредненно, это где-то при диафрагме 14-13. Поэтому, когда у вас есть возможность снимать со штатива, старайтесь диафрагму прикрывать. Мы будем с вами снимать ночной город, будем снимать пейзаж. И в этих съемках мы будем диафрагму держать более закрытой. Но с рук, увы, такого сделать не получится. Еще для наглядности покажу, что если мы диафрагму открываем, то света поступает больше. Если мы ее закрываем, то света поступает меньше. И мы можем путем комбинирования диафрагмы и выдержки добиваться одной и той же экспозиции при разных настройках. Мы с вами уже разобрали первые два параметра, которые влияют на экспозицию. Давайте напомним, это была выдержка, диафрагма. И третий параметр, который нам осталось понять, это чувствительность ISO, чувствительность вашей матрицы. Что такое чувствительность матрицы? Чувствительность матрицы это параметр, который отвечает за то, насколько ваша матрица будет восприимчива к свету. Найдите на вашем фотоаппарате переключатель ISO. Если это Canon, то это просто отдельная кнопка ISO. Если это Nikon, то это меню вызывается через клавишу E. На камерах Canon чувствительность матрицы меняется клавишей ISO. Эта клавиша находится в разных местах в зависимости от модели вашей камеры. Давайте попробуем сделать кадр с настройками выдержка 1.15, диафрагма 2.8, ISO 100. Сделаем пробный кадр. И мы видим, что экспозиция у нас не досвечена, кадр очень темный. Давайте теперь попробуем поднять значение ISO до 800. Делаем пробный кадр. И видим, что экспозиция стала уже немножко светлее, но тем не менее кадр еще очень темный. Сделаем ISO 3200. Делаем пробный кадр. Вот кадр у нас уже выглядит получше. И давайте попробуем сделать ISO максимальное. Максимально доступное ISO на камере Canon 600D 12800. Делаем пробный кадр. И получаем вот такой вот кадр с проработанной экспозицией. На бюджетных камерах Nikon чувствительность ISO меняется через клавишу E, Info. Нажимаем на клавишу Info. И здесь у нас есть различные настройки, в том числе и чувствительность ISO. ISO 100, 200, 400, 800, 1600. И все зависит от вашей камеры. Если камера Nikon более продвинутая, то там уже есть отдельная клавиша ISO. Ее легко найти. Чем выше значение ISO, тем более восприимчивая матрица становится к свету. Что это значит? Допустим, представим ситуацию. Мы снимаем поздной ночью. У нас камера стоит на штативе. Диафрагма у нас максимально открыта. Ну, допустим, 5,6. Выдержка у нас стоит 1 сотая секунды. И ISO стоит 100. Мы смотрим, что кадр темный. И для того, чтобы кадр встал с правильной экспозицией, выдержку приходится ставить на 1 секунду. Но это только со штатива снимать. Мы повысили ISO до 200. При ISO 200 камера стала лучше воспринимать свет. Ей уже не нужна такая длинная выдержка. Уже выдержка становится 1,2 секунды. При ISO 400 выдержка становится 1,1 секунды. При ISO 800 выдержка становится 1,4 секунды. То есть, чем больше мы повышаем значение ISO, тем более короткие выдержки у нас получаются. То есть, если на ISO 100 нам приходилось снимать со штатива, то при более высоком значении ISO мы уже можем снимать спокойно с рук. На максимальном значении ISO у нас может быть выдержка до 1,00 секунды. Но есть одна неприятная особенность. Чем выше значение ISO, тем хуже качество вашей фотографии. И насколько оно будет хуже, очень сильно зависит от вашей камеры. Если камера старая, то качество начнет портиться уже при ISO 400. Если камера суперсовременная, топовая, то качество будет портиться уже с 12,000-6,000. Это все зависит от вашей камеры. Поэтому нам необходимо будет находить баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO, чтобы делать кадр не смазанным и при этом с достаточно хорошим качеством. То есть, нет смысла ставить максимальное значение ISO, чтобы убивать качество. Нам нужно будет находить какое-то среднее значение. Давайте опять же разберем это на живом примере. Сейчас наша задача найти баланс между выдержкой, чувствительностью и ISO. На данный момент у меня стоит чувствительность ISO 100. При такой чувствительности камера показывает выдержку 1,4 секунды. Ну, 1,4 секунды это достаточно длинная выдержка. Она подходит только для съемки со штатива. Поэтому мне нужно поднимать чувствительность ISO. Давайте сразу поднимем до 800. При значении ISO 800 выдержка уже становится 1,3 секунды. Ну, 1,3 секунды с натяжкой можно сказать, что с этой выдержкой уже можно снимать с рук. Какую именно выдержку подбирать минимально допустимую, мы об этом с вами поговорим чуть-чуть позже. Допустим, я хочу, чтобы у меня выдержка была, ну, хотя бы 1,00 секунды. Поэтому мне приходится чувствительность еще поднимать. Ну, давайте поднимем до 3,200. Я поднимаю до 3,200. И вот как раз получаю выдержку, которая мне подходит. 1,125 секунды. Нет смысла поднимать чувствительность еще выше. Потому что чем выше чувствительность ISO, тем хуже качество нашей фотографии. Давайте мы это проверим. Мы сделали максимально доступное ISO. ISO 12800. И выдержка уже у нас стала очень короткой. 1,05 секунды. При выдержке 1,05 секунды качество фотографии значительно упало. Поэтому нам нужно всегда будет находить баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. Итак, мы с вами разобрались уже, что такое выдержка, что такое диафрагма и что такое чувствительность ISO. Теперь пришло время разобраться с тем, какую минимально допустимую выдержку можно выставлять на вашем фотоаппарате, чтобы кадры не были смазанными. Это очень важно. И для того, чтобы это понять, необходимо разобраться с последним пунктом, который называется фокусное расстояние. Что такое фокусное расстояние? Фокусное расстояние это зум вашего объектива, если говорить простыми словами. Бывают объективы широкоугольные, у которых угол обзора до 180 градусов. Бывают объективы телеобъективы, которые снимают как бинокль очень далеко. Бывают портретные объективы. Давайте разберемся, как это выглядит. Первая группа объективов это фишай объективы, супер широкоугольные объективы, либо еще их называют сверхширокоугольные объективы, либо еще называют их рыбий глаз. Это объективы с углом обзора 180 градусов, у которых фотографируя какую-нибудь картинку, вы рискуете, что ваши ноги попадут в кадр, потому что угол обзора очень широкий. Ну, такие объективы на самом деле используются достаточно редко. Их используют, когда нужно снять что-то в очень закрытом пространстве. Ну, допустим, интерьер автомобиля вам нужно сфотографировать, либо какую-нибудь очень маленькую квартирку сфотографировать, чтобы она вся влезла. Потому что обычным объективом это снять просто невозможно. Широкоугольные объективы, сверхширокоугольные объективы, либо рыбий глаз не рекомендуется использовать для съемки портретов, потому что у модели будет огромный нос, маленькие уши, и она будет на вас обижена, и больше заказывать съемки у вас не будет. Фокусное расстояние обозначается в миллиметрах. Вы можете взять свой объектив в руки и посмотреть, у вас там будет шкала на нем. Допустим, ну, стандартные объективы это от 17 мм до 55 мм. И чем больше миллиметров, тем уже угол обзора и больше зум. То есть широкий угол это 17 мм, длинный фокус это там 55 мм и больше. Фишай объективы это где-то 8-12 мм. Следующая группа объективов это просто широкоугольные объективы. У них уже нет таких безумных перспективных искажений, уже пропорции линии более ровные, но тем не менее искажения еще есть. Их обычно используют для съемки пейзажа, для съемки интерьеров. Репортажники очень любят эти объективы. Почему они их любят? Потому что редко какой репортаж можно снять издалека на длиннофокусный объектив, поставить его на штатив и фотографировать. Потому что за спинами ничего не видно будет. Допустим, происходит какая-то потасовка, какое-то там задержание кого-то. Репортер взял широкоугольный объектив, засунул его в гущу событий и сфотографировал. И у него все поместилось. И это придает кадру больше динамики, этот широкий угол, и все хорошо. Опять же, не рекомендуется широкий угол использовать для съемки портретов, потому что пропорции будут еще недостаточно ровными. Следующая группа объективов называется портретная. Это 50-85 мм. Вообще идеальным портретным объективом считается 85 мм. Но если у вас камера кроп, если у вас бюджетная камера, то, скорее всего, у вас не полный кадр. Вам подойдет объектив 50 мм. Позже мы будем разбираться, что такое кроп, что такое полный кадр. Сейчас не хочу этим вас грузить. Чем больше фокусное расстояние, тем более правильные пропорции получаются. Поэтому, если вы хотите снимать портрет, вы на своем объективе просто выкручиваете фокусное расстояние до 50 мм, или до 135, или до 80, у кого какое есть. И последняя группа объективов – это длиннофокусные объективы. Длиннофокусные объективы – это зум-объективы. Они достаточно большие. Они используются при съемке дикой природы, спортивных событий. Ну, представляете, в футбольное поле играет команда, и фотографы бегали бы по полю и снимали на широкий угол. Ну, это нонсенс. Поэтому такие фотографы стоят обычно где-то за полем, со своими длиннофокусными объективами и стреляют издалека. Теперь, зачем нам это знать? Ну, во-первых, это полезно просто понимать, что такое фокусное расстояние. Есть два типа объективов. Есть объективы фикс, у которых фиксированное фокусное расстояние, и есть зум-объективы, у которых оно переменное. Базовые комплектации объективы, обычно зум-объективы, у которых есть и широкий угол, и длинный фокус для портретов. У фикс-объективов есть неоспоримое преимущество. У них может быть диафрагма более открытая. Там эта диафрагма может быть 1,4, 1,2, 1,8. На зум-объективов максимально открытая диафрагма будет 2,8. Это как бы технически больше сделать невозможно, поэтому так не делают. Теперь, когда мы знаем свое фокусное расстояние, что мы можем делать? Мы смотрим на наше фокусное расстояние. Допустим, мы снимаем на 100 мм. Это значит, что наша выдержка минимальная должна быть 1,100, 1 сотая секунды. Если она будет 1,20, то, скорее всего, кадр будет шевеленкой такой небольшой, и кадр будет испорчен. Поэтому минимально допустимое значение выдержки у вас 1 сотая секунда. Если вы снимаете на 400 мм, то картинка у вас трясется еще сильнее, и выдержка должна быть уже 1,04 секунды. Но если вы снимаете на широкий угол, то вы можете позволить себе более длинную выдержку, 1,30, 1,20 секунды. Все зависит от вашего фокусного расстояния. Давайте теперь рассмотрим это более подробно. На моем объективе сейчас стоит фокусное расстояние 17 мм. Вы можете увидеть это на шкале объектива сверху. При фокусном расстоянии 17 мм минимально допустимая выдержка должна быть 1,17 секунды. Но так как 1,17 секунды выдержки не существует, мы ставим выдержку 1,20 секунды. И под эту выдержку мы уже подгоняем чувствительность ISO. Диафрагму открыть сильнее мы не можем. Она у нас и так открыта. Выдержку длиннее сделать мы не можем, поэтому нам остается только поднимать чувствительность ISO. И мы поднимаем его до тех пор, пока не получим хорошую экспозицию. Я поднял его до 400 и вот получил правильную экспозицию. Делаю пробный кадр. Если я буду делать выдержку на 17 мм длиннее, чем 1,20, то есть 1,10, 1,5 или там уже просто длинные выдержки секунды, то картинка у меня будет смазана, она будет шевеленкой. Поэтому, чтобы этого не допустить, нам и нужно делать минимально допустимую выдержку. Но если я сделаю фокусное расстояние больше 50 мм, то картинка в объективе будет труситься сильнее. Она будет уже труситься как в бинокле. Поэтому и выдержку мне нужно делать хотя бы 1,5 секунды. А лучше короче. Короче лучше, длиннее нельзя. Вот, но минимально допустимая 1,5 секунды. И я поднимаю ISO, ну, на вскидку попробую до 1600. При ISO 1600 еще достаточно темная экспозиция, поэтому я подниму, наверное, еще до 3,200 и получу хорошую экспозицию. Вот, я даже могу не на 1,5 секунды снимать, а на 1,6 секунды. И тогда кадр у меня получится резким. У меня не будет никакой шевеленки. Я предлагаю вам на собственном примере это все проверить, попробовать в разных условиях освещения, поставить разную чувствительность ISO и подобрать экспозицию согласно вашему экспонометру. Давайте поговорим с вами про режимы фокусировки. Но перед тем, как начать, я хотел бы акцентировать ваше внимание на то, что многие фотографы делают одну и ту же ошибку. Дело в том, что для того, чтобы фотографировать, нам нужно обязательно смотреть на кадр через видоискатель. Но у видоискателя есть такое небольшое колесико, которое позволяет вам подстроить этот видоискатель под ваше зрение. Если зрение у вас не идеальное, то есть вы можете снимать без очков и просто настроить под свое зрение видоискатель. У многих это колесико сбито, и в видоискателе все размыто, и ничего не видно. Поэтому, пожалуйста, проверьте, чтобы у вас все было хорошо. Так вот, для того, чтобы фокусироваться, существуют два режима основных фокусировки. Первый режим – это автоматический выбор точки фокусировки. Вообще, что такое точки фокусировки? Точно такие же точки фокусировки, у кого-то их больше, у кого-то меньше, вы можете увидеть в видоискателе. Так вот, камера будет фокусироваться по одной из этих точек фокусировки. Есть два режима основных – автоматический и ручной. Автоматический режим – это когда используются сразу все точки фокусировки, и камера фокусируется по наиболее ближнему объекту. Когда это хорошо? Это хорошо, когда вы снимаете репортаж, когда у вас нет времени целиться, вам нужно быстро что-то снять, и камера, в принципе, справляется с этой задачей. Но если вы снимаете постановочную фотографию, то вам необходимо использовать точечный режим. В точном режиме, либо ручной выбор называется, либо точный режим, в точном режиме мы можем выбирать любую точку, но большинство фотографов все-таки пользуются именно центральной точкой фокусировки. В камерах Nikon точки фокусировки выставляются следующим образом. Нажимаем клавишу «Инфо», заходим в режим зоны автофокуса и выбираем «Одна точка». После этого выбираем точку клавишами влево-вправо и видим, как она изменяется в левом нижнем углу мини. Как это работает? Вы наводитесь на объект съемки, делаете пол нажатия, камера фокусируется и тем самым издает такой сигнал. И после этого вы кнопку спуска дожимаете. То есть, на что следует обратить внимание? Ваша кнопка спуска затвора, она работает в двух положениях. Есть пол нажатия, а есть полное нажатие. Так вот, пол нажатия – это именно фокусировка. Когда камера фокусируется, после того, как вы сделали пол нажатия, вы не отпускаете камеру и после этого только дожимаете и снимаете кадр. Вы можете фокусироваться на человеке. Сначала фокусируйтесь на его лице. Допустим, наводите центральную точку на глаз человека. После этого вы делаете пол нажатия, перестраиваете вашу композицию, то есть, двигаете кадр так, как вам нужно, не отпуская при этом клавишу спуска. И уже когда композиция выстроена, вас все устраивает, тогда уже нажимаете кнопку до конца. Стоит обратить внимание на то, что автофокус работает по контрастным объектам. То есть, если вы будете вашей центральной точкой либо любой другой фокусироваться по однотонному фону, камера сфокусироваться не сможет. Автофокус будет ездить туда-сюда, поэтому старайтесь именно своей центральной точкой наводиться на контрастные объекты. Это может быть глаз, это могут быть губы, это может быть какой-то блик на лице, особенно в более сложных условиях. Давайте рассмотрим, как работают точки фокусировки вживую. Для начала попробуем использовать автоматический режим фокусировки, когда задействованы все точки фокусировки. Фокусируемся. И мы видим, что камера сфокусировалась по самому близкому объекту. Теперь давайте поставим верхнюю точку фокусировки, которая будет нацелена на наш кораблик в кадре. Фокусируемся. Мы видим, что камера сфокусировалась на заднем объекте. И давайте для примера поставим правую точку фокусировки. И мы видим, что камера опять же сфокусировалась по тому объекту, на который мы наводились точкой фокусировки. Точно так же можно использовать немножко по-другому. Мы можем использовать центральную точку. И тот объект, куда мы будем наводиться, фокусируемся. Тот объект и будет в фокусе. То есть, что мы можем сделать? Мы можем навести центральную точку на наш объект, на котором мы хотим сфокусироваться. Сделать пол нажатия. Не отпуская пол нажатия, переформатировать кадр так, как нам хочется. И после этого снять. Еще немаловажным будет сказать про различные режимы съемки. Есть несколько режимов. Первый – это покадровая съемка, когда у нас снимает камера один кадр. Второй режим – это серийная съемка, когда мы зажимаем кнопку спуска, камера делает много-много снимков подряд. И остальные режимы – это съемка либо с таймером, либо с пультом дистанционного управления. Мы, когда с вами будем снимать ночной город, об этих режимах немножко поговорим. Хочу обратить ваше внимание, что на данный момент нет смысла рассказывать, где именно выставляется тот или иной режим фокусировки, потому что у всех камер эти настройки производятся в совершенно разных местах. Поэтому вам необходимо просто открыть инструкцию вашей камеры и посмотреть конкретно интересующие вас вопросы. Где выставляются режимы фокусировки, какие режимы фокусировки есть конкретно в вашей камере, потому что из основных точечный и автоматический есть еще дополнительные 3D-режимы. Это все зависит от вашей камеры. Но это уже расширенные более функции. Также вам необходимо узнать, где у вас выставляется серийная съемка, где у вас выставляется выдержка, диафрагма. То есть это все вы должны знать. Что такое баланс белого? Дело в том, что любой источник света, неважно какой, будь это солнце, будь это лампочка, будь это еще что-то искусственное, натуральное, не имеет значения, он имеет разную температуру цвета. Он имеет разный оттенок. Свет бывает холодный, бывает нейтральный, бывает теплый. Дело в том, что даже находясь на улице, мы имеем разное освещение. Если у нас светит солнышко, то у нас освещение более теплое. Если же у нас облачная погода, пасмурная погода, то у нас освещение более холодное. И наша задача делать так, чтобы цвета выглядели нейтрально, чтобы фотография не выглядела слишком желтой, либо слишком синий. Я думаю, самый простой пример, который вам будет понятен, это когда вы фотографируете дома. Дело в том, что когда вы фотографируете дома, у вас лампы накаливания, свет достаточно теплый, и фотографии у вас получаются желтые. У вас слишком сильно влияет свет на вашу фотографию. И наша задача будет делать так, чтобы этот свет был нейтральным оттенком. Как выставляется баланс белого? Дело в том, что в большинстве случаев, наверное, 90% случаев, достаточно автоматического баланса белого. Камера умеет определять само освещение и какой баланс белого выставить. По умолчанию стоит автоматический баланс белого. Давайте попробуем сделать кадр с этим балансом и посмотрим, что получится. В принципе, камера достаточно неплохо определила баланс белого. Камеры у нас черные, они не желтые, не синие, они именно черного цвета, поэтому выглядят хорошо. Давайте посмотрим, что будет, если мы включим другие балансы белого. В камерах Nikon у нас баланс белого выставляется через клавишу И, как и все остальные настройки. Мы выбираем баланс белого. и выбираем различные режимы. Допустим, дневной свет. Наша фотография получилась более теплая. Теперь давайте попробуем баланс белого тень. Сейчас мы видим, что фотография стала еще более теплой. Дело в том, что баланс белого, он измеряется в кельвинах. И чем больше это число, тем свет будет более теплым. Чем число меньше, тем свет будет более холодным. Температура в кельвинах, она начинается от 2000 до 25000. И, собственно говоря, да, чем число это выше, тем баланс белого будет более теплым. В балансе белого тень у нас температура 7000 кельвинов. Есть более продвинутые камеры, которые позволяют эту температуру устанавливать вручную. Но это не очень принципиально. Давайте проверим баланс белого облачного. При балансе белого облачного мы тоже видим, что у фотографии появился такой не очень приятный оттенок. Тоже достаточно теплый. Попробуем баланс белого лампы накаливания. При балансе лампы накаливания кадр, наоборот, получился слишком холодный. Дело в том, что сейчас в студии у нас используются не лампы накаливания, а LED-лампа с холодным светом. С температурой где-то 4500 кельвинов. Если мы знаем температуру нашего источника заранее, то мы можем просто выставить это значение. Допустим, если это лампочки, мы можем в паспорте этой лампы прочитать баланс белого, температуру цвета. Либо, если мы используем студийное оборудование, то тоже можно узнать, какой у нас баланс белого. При балансе флуоресцентной лампы при балансе белого флуоресцентной лампы мы получаем самый правильный результат. Баланс белого вспышка, температура не указана. При балансе белого вспышка, в принципе, тоже фотографии достаточно нейтрально выглядят. Также есть ручной режим. Что такое ручной? Ручной режим – это режим, в котором мы можем сами выставить баланс белого. Но происходит это следующим образом. Для этого нам нужно использовать белый лист бумаги. мы сейчас поставим его в центр кадра и сделаем пробный снимок. Очень важно, чтобы этот белый лист занимал большую площадь кадра. Камера сама его найдет и по нему выстроит баланс белого. То есть это как бы нейтральный цвет для камеры. Чтобы выставить баланс белого, мы должны зайти в меню, зайти в ручной баланс белого, выбрать то изображение, на котором у нас есть нейтральный оттенок. В данном случае это белый лист бумаги. Также можно использовать серую карту, которая дает самый точный результат. Ну и белый листик тоже подойдет. И нажимаем клавишу SET. Использовать данные этого изображения для пользовательского баланса белого, нажимаем ОК. Теперь, когда мы в балансе белого выставляем ручной баланс белого, камера будет использовать те настройки, которые она сделала после съемки пробного кадра. Для установки ручного баланса белого в камере Nikon необходимо зайти в меню, зайти в меню режима съемки, зайти в баланс белого, долистать в самый низ, выбрать ручная настройка, нажать клавишу измерить, перезаписать существующие данные, да, и сделать снимок. Если все будет хорошо, камера напишет, что данные успешно получены. И дальше уже будет снимать в ручном балансе белого. Давайте посмотрим на результат. И я думаю, что вы уже заметили, что при ручном балансе белого у нас картинка имеет наиболее правильную цветопередачу. У нас фотография не желтая, не синяя, она имеет нейтральный оттенок. И все цвета у нас выглядят хорошо. На самом деле, нет особо принципиального значения, когда вы выставляете баланс белого, потому что его всегда можно будет выставить постфактум в процессе обработки. Самое главное для этого снимать в формате RAW. Если первое время формат RAW вам может показаться тяжелым, поставьте формат RAW плюс JPEG. Так вот, в формате RAW вы можете в процессе обработки выставлять температуру вашего снимка, делать его более холодным, либо наоборот более теплым. Что происходит вообще? Когда кадр у нас слишком теплый, мы можем изменить температуру, добавив в него холодного цвета. И таким образом, этот теплый цвет компенсируется, и у нас оттенок может стать нейтральным. Но если мы холодного добавим слишком много, то кадр станет синим. Либо наоборот, если мы добавим слишком много теплого, кадр станет слишком желтым. Поэтому нам нужно будет находить золотую середину. Но об этом мы уже будем говорить с вами, когда будем обрабатывать наши фотографии. мы будем работать с этим. Ирина Криво,